Здравствуйте! В эфире телеканал СБССРОЧНАЯ НОВОСТЬ. Поступила совсем недавняя информация. Мы ссылаемся на турецкие СМИ, которые сообщают со ссылкой на разведданные о том, что 25 марта Армения передала России 4 истребителя Су-30 с экипажем. Также сообщается, что эти истребители будут использованы в боевых действиях в Украине. Помимо этого, телеканал также сообщает, что из-за тяжелых потерь в Украине Россия вывела часть миротворцев, временно размещенных в Карабахском регионе Азербайджана, а также автомобили-заправщики ГСМ и бронемашины «Тигр» в Армению по Лачинскому коридору. Оттуда они были отправлены в Россию военно-грузовым самолетом. К нам сейчас по видеосвязи подключается политолог Эльгар Велизаде. Мы с ним обсудим эту новость. Эльгар Малим, здравствуйте! Здравствуйте! Итак, как расценивать эту новость о том, что 4 истребителя Су-30 были переданы России по сообщениям турецких СМИ? Опять же, означает ли это, что Армения становится участником боевых действий на территорию Украины? Ну, косвенным образом, конечно, так оно и есть. Но дело в том, что я хотел бы обратить внимание на реакцию, возможную реакцию, в частности, западных государств на этот шаг, поскольку мы видим, как очень активно и очень чувствительно они реагируют на любое подобное проявление. И, конечно, хотелось бы или мы ожидаем какой-то определенной реакции, поскольку ситуация, конечно, из ряда вон выходящая. Пашинян активно переговаривается сегодня с представителями западных государств, конечно, по ситуации в нашем регионе. И если бы они обратили бы внимание на эту ситуацию, конечно, мы имели бы дело с более ясной и четкой картиной относительно того, как вообще они реагируют на подобного рода действия. Мы знаем, что на протяжении очень долгого времени были определенные двойные стандарты в отношении между Арменией. Армении позволялось многое, если не все, но вот мы будем смотреть по ситуации. Позволит ли вот этот шаг, будет ли, скажем, воспринят должным образом, оценен, или же опять мы будем видеть, как бы для Армении закон не писан. А вот говоря про должный образ, какой он, какие санкции могут быть введены, как это отразится на экономическом состоянии Армении? Вот мы знаем, что действительно сегодня обсуждается введение санкций, в том числе в отношении государства Беларусь, за то, что, вот как сообщается, об этом опять же отмечают более западные СМИ, что Беларусь также косвенно участвует в том, что происходит на территории Украины. Сейчас вот если подтвердятся эти данные, которые опубликовывают и турецкие СМИ, со ссылкой, безусловно, на разведданные, какие санкции будут применены в отношении Еревана? На ваш взгляд. Знаете, мне очень сложно об этом говорить, потому что до сих пор никаких, скажем так, действенных шагов в отношении Еревана не было сделано. Давайте вспомним вот такой инцидент, когда определенные политические круги, поддержали признание, скажем так, самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Однако мы видим в армии армянские круги. В частности, это решение поддержал сепаратистский лидер Арутюнянов. Но мы видим, какую реакцию, никакой реакции нет на эти действия. Более того, сегодня мы слышим, что западные страны обеспокоены, в кавычках, или реально обеспокоены ситуацией в нашей части, в Карабахе, которая является составной частью Азербайджана. И вот здесь просто вопрос возникает, естественный вопрос. А что вам неизвестны были эти реакции самого Араика Арутюняна на последние события? Почему не было никакой реакции? И сейчас мне кажется, что вот настало время, когда нужно уже будет определяться. И определяться более четко. Если мы опять ничего не увидим, если опять мы увидим какие-то такие, скажем так, объяснения, невнятные объяснения, то мы и так понимаем, что у нас, к сожалению, ситуация такая, что здесь доминируют двойные стандарты. Ну, хотелось бы, чтобы в этом вопросе была какая-то четкая позиция. Что они могут сделать? Они могут как минимум, ну, скажем, осудить действия сепаратистов, поставить на вид армянскому руководству недопустимость, скажем, проведения той линии поведения, которой они придерживались на сегодняшний день. Хотя бы словесно, вербально они могут это сделать. Ну, я очень сомневаюсь, что это мы услышим или увидим в ближайшие дни. А с какой целью это делает непосредственно Ереван? Вот, скажем, и то, о чем вы говорили, такая вот словесная риторика и вот эти действия, в частности, передача истребителей, да? То есть это какая-то попытка, может быть, как-то заслужить доверие перед Россией? Или вот для чего это делается? Вот на фоне того, как весь мир пытается призвать, и в частности, вот мы знаем, что Турция активное усилие в этом деле предлагает, в деле посредничество между Россией и Украиной для мирного диалога. Для чего это пытается делать Еревану? Что он пытается этим выиграть? Ну, и Турция, и Азербайджан, и другие государства, они предлагают, Израиль предлагает свои посреднические усилия. И эти усилия достаточно высоко оцениваются, и, кстати говоря, и в Киеве, и в Москве. Ну, у Еревана нет политического, скажем так, багажа такого, нет соответствующих инструментов, и это слабое государство, которое, скажем так, находится в условиях выживаемости в нашем регионе, о чем, о каких посреднических усилиях можно говорить, ну, применительно к Еревану. Ну, что касается сегодняшней вот этой конкретно практики, то это мы видим попытку заигрывания с российской стороны в очередной раз, попытку, ну, скажем так, получить их благосклонность на фоне обращения к российским миротворцам по поводу сложившейся, складывающейся ситуации в Карабахском регионе Азербайджана. Вот это все мы видим, к сожалению, ну, это, наверное, больше неуклюжие или нелевые попытки, поскольку события происходят в одной логике, и здесь, скажем так, участие Еревана со своими «болячками» и, скажем так, попытка из этой ситуации что-то для себя получить, кажется очень нелепой, очень неуклюжей. Да, действительно, вот как раз вы затронули тему миротворцев. Вот последние дни можно видеть, как, с одной стороны, они просят у российской стороны увеличения количества миротворцев, с другой стороны, говорят о том, что якобы миротворцы содействуют российской стороне. То есть очень неоднозначная реакция и в целом заявления, которые исходят от армянской стороны, действительно, вот как вы отметили, очень такие неуклюжие, скажем так, да. Но вот при этом... Да, при этом вот еще появилась также информация о том, что Россия использует территорию Армении как базу для привлечения к боевым действиям сирийских наемников. Действительно, ранее Россия заявляла о том, что с Ближнего Востока добровольцы будут привлекаться к участию в боевых действиях на территорию Украины. И здесь вот как раз вы сказали о том, что реакция Запада на двойные стандарты, на происходящее. В 2020 году Азербайджан не раз заявлял о том, что именно со стороны Армении на территории Карабаха, Карабахского региона Азербайджана, участвуют как раз-таки выходцы из Ближнего Востока. И тогда должной реакции не последовало. Ожидаете ли вы ее сейчас со стороны Запада? Я вот сказал, к сожалению, к большому сожалению, опыт последних лет или даже десятилетий говорит нам о том, что какой-то серьезной реакции, жесткой реакции по отношению к Армении ожидать не приходится. В свое время, когда Иран находился в условиях, оно сейчас находится в условиях жестких санкций, но тогда, когда эти санкции набирали свой оборот в отношении Ирана, Армения всяческим образом пыталась выстраивать отношения с Ираном. Через армянскую территорию проходили иранские тогда грузы, те, которые находились под санкцией. Действовали определенные экономические субъекты Ирана, которые пытались через Армению обойти эти санкции. Но что мы видели? Какую-то серьезную реакцию со стороны Запада, какие-то серьезные санкции в отношении Армении. Мы ничего такого не видели. И сегодня в другой форме, в другой географии ситуация повторяется, опять же, вот такое индифферентное отношение, такое безразличное отношение. Но вот что интересно, что безразличное отношение к этим вопросам, сегодня имеющее принципиальное значение, в частности, для тех же западных государств, не экстраполируется на ситуацию в нашем регионе. Здесь они очень чувствительно реагируют, здесь они высказывают свое беспокойство и даже негодование. Негодование нужно по другим поводам сегодня демонстрировать, я думаю, гораздо более очевидно, чем по ситуации, которые складываются в нашем регионе. И здесь это лишний раз свидетельствует о том, что вот такая практика двойных стандартов, практика, скажем, замалчивания тех действий, которые осуществляются со стороны Армении, она и на сегодняшний день продолжает быть актуальной. Скажите, а к каким последствиям региона это может привести? Ведь если даже мы будем элементарно говорить про те же самые истребители Су-30, они были закуплены еще в 2020 году для как раз-таки непосредственно использования на территории Карабаха. Вот тогда должной реакции мирового сообщества на это не было. Потому что, к большому сожалению, мы часто об этом говорим, что вот эти действия Армении совершенно иначе оцениваются и квалифицируются со стороны принимающих решения кругов западных государств, в частности, почему-то вот эти действия, скажем так, расцениваются как попытка Армении, а или расценивались как попытка Армении как бы защитить свои интересы. Какие интересы? Эти все, вся эта техника потом находилась на территории Азербайджана, на ныне освобожденной территории Азербайджана. Кстати говоря, частью она демонстрируется в парке Трофеев, в парке Победы, в Баку. Можно прийти посмотреть, но никакой реакции не было. То есть дело в том, что это вообще международное, это такая практика, когда в одном случае какие-то, скажем, деструктивные действия умалчиваются, когда им не дается оценки, они обычно находят свое проявление в другом месте. Армения вообще думает, что ей все дозволено, вот эта вседозволенность позволяет ей делать в этом регионе все, что она хочет. И, к сожалению, с ней считаются, вот в чем вопрос, это абсолютно непонятно, понимаете. Когда в других частях, скажем, той же Европы, в мире, все предпринимают коллективные усилия по борьбе с сепаратизмом, с агрессивными ее проявлениями, здесь этот сепаратизм поощряется. Как это можно понять? Это совершенно не поддается никакой логике. Поэтому те действия, которые сегодня осуществляются армянской стороной, это действия, которые, скажем, исходят из безнаказанности, из вседозволенности Армении. И абсолютно для нас неудивительно, что вот такая практика сегодня существует, и нет никаких гарантий, что, скажем, она не будет повторяться снова и снова. Да, и вот завершающий вопрос. Как, на ваш взгляд, принимая такое решение об отправке этих истребителей, было ли это как бы решением общества, или же это вот непосредственно решение военно-политического руководства Армении? И насколько в целом народ был бы согласен на такой шаг? Может быть, стоит провести какой-то опрос, какой-то референдум? Не, ну, обычные решения такого рода принимаются не обществом, а политическим руководством. Вся ответственность ложится на политическое руководство. Вы знаете, я вот очень интересный момент хотел бы, скажем, телезрителям, наверное, представить. Посмотрите, сегодня Пашинян имеет очень активные контакты с президентом Франции. Это ни для кого не секрет. Вот мне интересно, в передном телефонном разговоре спросит ли президент Франции о целях этого шага, и что ответит ему Пашинян? Вот в чем вопрос. Это принципиальный вопрос сегодня, не праздный вопрос. И если он его не спросит, и тот ему не ответит, я думаю, что в праве нашей общественности или же даже принимающим решение кругом спросить у тех же, значит, акторов международной политики, а как получается, что в одном случае вы, значит, очень резко и мгновенно практически реагируете, в другом случае вы как бы у себя под глазом бревна не видите. Вот, к сожалению, к большому сожалению, таковы реалии сегодня в международной политике, не только в нашей региональной политике, в международной политике. И мы вот в этих реалиях вынуждены действовать на свое усмотрение, но основываясь на тех нормах и принципах международного права, которые кому-то они, видимо, неудобны, кто-то их замалчивает, но мы на них по-прежнему опираемся. Ну вот наше преимущество в этом и заключается. Да, но, к сожалению, мы в очередной раз стали свидетелями того, что Армения поспособствовала усугублению конфликта, а вот не миру в регионе. И вот будем надеяться, что все-таки в скором будущем это изменится, и Армения последует примеру своих соседей, в частности, вот Азербайджан и Турции, которые всячески способствуют тому, чтобы любые конфликты решались гуманитарным путем, путем переговоров, а не какими-то другими способами. Спасибо вам большое за то, что нашли время подключиться к сегодняшнему эфиру. Я вас благодарю. Вам спасибо. Спасибо. Напоминаю нашим телезрителям, что в эфире телеканала CBC была срочная новость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова